Для сбора гуманитарной помощи у нас организовано отведенное помещение, отдельное для соблюдения всех норм безопасности, что позволяет, конечно, сохранить учебный процесс. Вход со двора с отдельной дверью и просторный кабинет для временного хранения гуманитарной помощи. Центр будет работать каждый день с 9 утра до 5 вечера. Выходные не исключение. Принести можно продукты, детское питание, смеси, памперсы, игрушки и настольные игры. Конечно, мы уделяли внимание еще специфике нашего учебного заведения нашим студентам, потому что мы понимаем, как будущие педагоги, и осознаем, что важно деткам, которые приехали, являются беженцами, продолжить обучение. Поэтому и тетради, и письменные принадлежности, и канцелярские товары. То есть это все тоже имеет место быть, что-то уже особенно важно, ценно. Принимать будут только новые вещи, одежду неношенную, продукты с нормальным сроком годности. Не обязательно приносить много, помочь можно даже малым. Главное – объединиться ради тех, кто оказался без крыши над головой и без вещей первой необходимости. У нас наверняка дома есть какие-то вещи, может быть, новые полотенца, это может быть постельное белье, если это продукты питания, если это сухие смеси для детей. У нас наверняка есть какие-то такие запасы, которые лежат, и которые нам не жалко отдать. Почему бы нет? Принести это, например, в данном случае в педагогический колледж. Сегодня студентам показали фильмы о волонтерах. В колледже тоже есть целое добровольческое движение. Фактически каждый студент в нем задействован. Никита Баранец – не исключение. Сейчас третий курсник в будущем учитель начальных классов. Парень не смог остаться безучастным к судьбам вынужденных переселенцев. Я и мои однокурсники остались неравнодушны к данной ситуации и к судьбам людей, которые остались без крова и покидали свои дома, бросая фактически все. Сегодня я принес констовары, продукты с долгим сроком хранения и также различного рода крупы. Сорсировать принесенные вещи и продукты будут 20 волонтеров из числа студентов колледжа. Добровольцы разложат гуманитарную помощь по коробкам и все хорошо упакуют. Если вы тоже хотите помочь вынужденным переселенцам, приносите вещи и продукты во Владимирский педагогический колледж на улице Полина Осипенко, 13. Ольга Эльфимова, Екатерина Старькова и Андрей Беляков.